Накануне средь бела дня, то есть во втором часу пополудни на 175 версте Челябинского тракта, в районе поста ГАИ, впрочем давно уже не действующего, как предполагается, уснувший за баранкой южноуральский мороженщик, нечаянно погубил свою юную спутницу, то ли знакомую, то ли экспедиторшу, сопровождавшую в пути сладкий груз. Мелкий грузовичок Ивека с рефрижераторной будкой со всей дури врезался в задний борт полуприцепа немецкой породы «Шмитц», который заодно со сломавшимся тягачом «Вольво» буксировал могучий и крутой и тоже немецкий эвакуатор «Мерседес Бенц». 43-летний водитель грузового рефрижератора с мороженками, казенным языком выражаясь, не учел дистанцию до впереди идущего транспорта, не справился с управлением и допустил столкновение с буксируемым полуприцепом. На 175-м километре автодороги Челябинск-Гвейнбург водитель автомашины «Вольво» и движения со стороны города Челябинска допустил наезд на полуприцеп, буксируемый с помощью автоэвакуатора. В результате ДТП пассажир автомашины «Вольво» от полученных в трампе скачался на месте происшествия. Судя по последствиям страшного удара в стальную громадину, мороженщик двигался с приличной скоростью. И просто чудо, что он сам в совершенно разбитой кабине остался жив. Смертельный удар пришелся на правую сторону кабины ИВЕКа, туда, где сидела 25-летняя попутчица сонного рулевого. Девушка погибла на месте. Сотрудники ГИБДД на месте изучили детали жуткой дорожной аварии и в качестве предварительной выдвинули версию об утомленном состоянии Челябинса, спешившего доставить в Екатеринбург хладно-сладкий груз.